Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я бы хотел презентовать свою коллекцию винила специально для проекта Станислава Зелинского «Музадрот». Сегодня я покажу вам, пожалуй, самые ценные экземпляры с моей точки зрения моих винилов, которые я чаще всего слушаю и которые для меня, на самом деле, достаточно многое значат. То есть первый экземпляр в этой коллекции это вот, соответственно, такой миньон-сингл группы The Bleak Engineers Интерспектра. Вот так именно он выглядит. Интересно, вот такое у него идет оформление в виде, соответственно, различных звуковых дорожек трека. Притом, если мы здесь видим все партии дорожек самой композиции, а на другой стороне у нас, соответственно, без сайт этого сингла это, соответственно, indiscriminate. Би-сайт и здесь тоже, соответственно, расписаны вот его дорожки. То есть что здесь, соответственно, какие партии инструментальные использовались. Вот именно вот так он оформлен. Второй линию, соответственно, это вот группа коррозия металла Каннибал. То есть это еще такое обычное его получается издание без конверта с текстами песен. То есть такое более удешевленное. Вот так он у меня выглядит. Я специально его, соответственно, вот в такой пакетике храню. Вот. Но здесь, что очень важно, есть автограф Паука. То есть вот он у меня как раз идет. То есть мне когда-то, соответственно, Сергей Троицкий, известный как Паука, бас-гитарист этой группы и, в принципе, ее лидер, он как раз-таки расписывался вот в этом месте. Вот не знаю, видно будет, не видно на камеру. Значит, следующий, соответственно, линию в моей коллекции, это такой сборник In The Dark Again. Соответственно, он, в принципе, никак не оформлен. Там обычный черный конверт, внутри обычный белый конверт. Вот. Здесь различные, соответственно, европейские исполнители принимали в нем участие, играющие в сам такую мрачную большую электронику. И здесь, что очень важно, есть, соответственно, как раз-таки участники из The Blick Engineers. Это именно Александр Моралис и Светлана Заберева. Здесь и композиция Metal Gear, посвященная одноименной видеоигре от Хидреу Кодимы. Вот. И тут, наверное, будет даже не видно. Но вот здесь, соответственно, Светлана Нагаева мне расписывалась ручкой. Как раз-таки вот ее автограф. То есть, к сожалению, он вряд ли будет так заметен. Вот, как раз. Так, да. Вот Ламберелла как раз вот. Вот она мне расписалась. Вот. Вот такой, значит, винил, в принципе. В точке зрения отрубления, в нем, конечно, ничего такого интересного нету, но подборка очень интересная. Значит, следующая группа моей коленции, это, соответственно, группа Menstruators. This is from Psychobele, это винил 91-го года. Как раз-таки записывался он самое, что интересное, в августе 91-го года, когда тогда, соответственно, шла, шел, так скажем, мятеж ГКЧП. Вот. Соответственно, здесь как раз про это все рассказано. Вот, соответственно, в таком и оформлении идет. Следующий винил в моей коллекции, это Богдан Титамир чистая энергия. Точнее, высокая энергия, извините, пожалуйста, я оговорился. Вот. Здесь, чем он примечателен, тоже есть, соответственно, автограф Богдана Титамира. То есть, вот он мне здесь расписался. Соответственно, когда-то, вот, может, это будет очень плохо заметно. Вот. Ну, вот такой вот винил. Соответственно, здесь вот сам Титамир на мотоцикле. Здесь, соответственно, Титамир и группа его потанцовки. Следующая пластинка моей коллекции, это винил группы Master Chubs Crush of Reverb. Вот такой вот винил. Здесь автограф Олега Петяркина. Идет, соответственно, вот так он, соответственно, оформлен. Вот так он выглядит. Вот. Нашу с таким вот оформлением. Вот. Значит, следующая винил моя коллекция, это альбом Бориса Гребенчакова Radio Silence. То есть, его, скажем так, сольный альбом, хотя здесь принимали участие и на тот момент активные участники группы Aquarium и бывшие участники даже группы Aquarium. Там записывался он за границей. Вот. Значит, здесь почти все песни, кроме двух, на английском языке. Вот. Честно говоря, мне этот альбом очень нравится. И главным образом нравится он за счет того, что аранжировщиком и продюсером этой записи был Дэйв Стюарт, один из участников группы Redwix. Следующий винил моей коллекции, это Ножля Фрау Мюллер The Best. Вот так он выглядит. Здесь, по факту, компиляция, в принципе, только с двух альбомов этой группы, это Мечты Третий Сорт и Треугольник Шорт и Точка. То есть, вещи в основном все были взяты оттуда. И, честно говоря, я такой большой не сторонник именно пластинок тех записей, которые сначала выходили в каком-то таком более цифровом, допустим, формате. То есть, там на CD издавались. А потом, соответственно, букмисс там несет и издавались на винилах. То есть, не было оригинального их релиза на винилах. Но, поскольку я очень эту группу люблю, соответственно, взял этот, в виде исключения этот винил, на себе коллекцию. Следующий винил в моей коллекции, это группа Ножля Фрау Мюллер Сеньора Криковяки, альбом 93-го года, изданный лейблом Philly Records. Вот, это еще, соответственно, старый состав этой группы с Тимой Земляникиным, вокалистом, соответственно, на вокале. Вот, когда группа играла психотерический трэш-порт фаркор, и, соответственно, у них были нечленораздельные тексты. Вот, следующий винил в моей коллекции, это группа Зе Пауки. Корабль в гаване не пойдет. Вот, вот так вот выглядит, соответственно, вот. Здесь у нас автографы всех участников группы. Вот я даже достану, чтобы лучше было это видно. Вот все они как бы тут расписались. Вот, то есть это альбом 2011-го года. Значит, следующая пластиночка, это Зе Пауки Осколки Разума. Альбом 2005-го года. То есть, в принципе, спечатался он, самое что интересное, в Чехии. И вот так вот он выглядит. То есть, вот с таким вот оформлением. Вот. Следующая пластиночка, которая для меня очень ценна, потому что заказывал я ее именно из Америки. И это оригинал 83-го года Минэстри Вив Симпати. То есть, первый альбом группы Минэстри написано еще в жанрах синтепопа и нью-вэйна, и нью-вэйва, извиняюсь. Вот. Вот так, соответственно, он выглядит. Вот. Эту пластинку я заказывал, что называется, из Америки. Очень боялся, что она придет мне в виде каких-то кусков пластика. Вот. Но тем не менее, она в целости и сохранность до меня доехала. И вот я очень рад, что она у меня есть в коллекции. Значит, следующий альбом, который мне уже попался, это Игипоп Бла-бла-бла. 86-й год. Соответственно, последний альбом Игипопа, который продюсировал Дэвид Боуэй. То есть, аранжировки здесь у нас сделаны как раз-таки в стилистике больше именно вот этой новой волны, вот этого именно ю-вэйва. Вот. Вот, соответственно, вот так он выглядит. Значит, следующий, соответственно, такой сборничек, это The Best of Blondie. Соответственно, что интересно по поводу этого издания, оно делалось у нас в Швеции. То есть, это именно специальная такая компиляция, именно сделанная по лицензии каким-то шведским лейблом. Вот. Вот здесь, соответственно, у нас расписаны все вот эти песни, которые здесь присутствуют. Вот, в том числе, даже кадры видеоклипов к этим песням показаны. Вот. То есть, вот такое вот интересное издание. Значит, следующий винил моей коллекции это Billy Idol Charmant Life. Вот так вот он выглядит. Этот альбом 90-го года. Вот с таким же вот оформлением. Здесь у нас, соответственно, вот его задник. Винил, опять же, Billy Idol, Rise Up Smile. Это у нас 86-й год. То есть, вот так этот винил, грубо говоря, выглядел. Вот. Вот здесь у нас, соответственно, все песни идут. И самое, что интересно, вот вплоть до этого винила Billy Idol любил стороны каждого своего номерного альбома номеровать. То есть, вот, например, у предыдущих альбомов мы это увидим. То есть, допустим, на самом первом альбоме 82-го года были цифры 1 и 2 сторон. Соответственно, на втором альбоме этого 3 и 4. Вот на, соответственно, With Rap Smile 5 и 6. Вот. Соответственно, предыдущий альбом Billy Idol, как раз таки, это именно Rebel Year, пожалуй, самый надоизвестный альбом Billy Idol. Вот. Вот так вот у нас выглядит. Вот. Вот, значит, вот так его выглядит задник. И вот, о чем, соответственно, я только что и говорил. Вот стороны 3 и 4. Они здесь у нас не случайно отмечены. Вот. Вот. И, значит, тогда, соответственно, первая соль на альбом Billy Idol, который так и назывался Billy Idol. Вот так вот он выглядит у нас. Вот. Вот так вот у него идет оформление. Значит, и вот как раз его задник, вот как мы видим, стороны 1 и 2. Вот. Вот так он был и отклон. Значит, следующее видео, мои коллекции, это, соответственно, и Rhythmix, V2R1 альбом. То есть, в принципе, последних альбом до их распуска в 90-м году. Потом, как мы знаем, они только соединялись несколько раз буквально, там, один раз для записи Save All Today альбома в конце 90-х. Потом, соответственно, они еще какой-то сингл выпускали в 2005-м и иногда собираются, когда там гастролят каких-то целей. Вот. Вот так именно он выглядит. Соответственно, вот. Здесь что самое интересное, то есть на такой, скажем так, титул на его стороне, на первом плане Ан Ленокс, именно изображен он на втором, соответственно, Dave Stewart на втором, ну, соответственно, плане на заднике его именно Dave Stewart изображен, а на заднем плане Ан Ленокс. Альбом Erythmix Savage. Вот. Вот так он у нас выглядит. Вот. Вот так он, соответственно, выглядит задник. Вот. Пожалуй, мой любимый альбом группы Erythmix Revenge, 86-й год. Вот так он на, скажем так, нарисованном оформлении идет. Вот так он выглядит. Вот. Вот такой альбом. У меня Erythmix Be Yourself Tonight. Вот. Вот такой альбом Erythmix. Вот. Вот так он у нас выглядит и спереди, и сзади. Вот. И рейтмикс альбом Touch. Это 83-й год. Вот так он у нас оформлен. Альбом, культовый альбом группы Erythmix Sweet Dreams. Вот с таким он был сделан на оформлении. Вот. Вот такой у него, соответственно, минималистичный задник. Альбом группы Depeche Mode Songs of Find and Devotion, 93-й год. Вот с таким он идет, соответственно, оформлением. То есть, пожалуй, единственный альбом группы, где у нас изображены именно все ее участники. То есть, имеется в виду студийный номерной альбом. Вот. Вот такой у него задник. Значит. Альбом Depeche Mode это Violator, пожалуй, самый культовый альбом этой группы. Вот с таким вот именно оформлением он идет. Вот, соответственно, вот его задник. Вот здесь, правда, наверное, плохо будет видно, но написаны все, соответственно, песни, которые на нем мытут. То есть, почему-то вот таким или мелким шрифтом вот такой вот альбом. Значит. Так называемый 101. Это концерт Depeche Mode американского тура 88-го года. Вот. На двух винилах он издается. В данном случае это издание, если не ошибаюсь, сделанное, по-моему, для Зазимбара или какой-то африканской страны. Но, тем не менее, лицензионное. Это вот Multi Records. Вот такой вот, самое главное, что это не такой вот разворотный конверт. Это просто один такой утолщенный конверт, в который просто два винила, соответственно, вот этих помещаются. Соответственно, вот такой альбом Depeche Mode как раз-таки Music for the Masses. Вот. Вот так он у нас выглядит. Альбом группы Depeche Mode Black Celebration. Самое, что интересно, это именно поиск его лицензии. Вот. То есть он у нас как бы сделан был в Польше в 36-м году, если все. Правильно я этот альбом знаю. Там, в принципе, как и в предыдущих альбомах присутствует эстописи. Вот. Сборник синглов Depeche Mode. The singles 81, 85. Вот. Ну, например, по сравнению с CD-изданием, здесь нескольких треков не хватает. Просто мне выпасли, как, к сожалению, их в себя не вместило. И в внутреннем конверте об этом даже написано, что эти песни есть только в CD-издании или кассетном издании альбома. Альбом Depeche Mode Subgrade Reward, 84-й год. Вот такое вот у него оформление. Вот так вот он выглядит сзади. Вот. Альбом Depeche Mode Reconstruction Time Again. Вот так он у нас именно оформлен. Вот так выглядит его задник. Так, так, так. Две пластиночки слиплись. Соответственно, значит, первая пластиночка. Это у нас альбом Depeche Mode Reward and Frye, 82-й год. Вот с таким вот образом и оформлением. Значит, вот его, соответственно, задничек. Вот. Альбом, первый альбом дипешмода Speak and Spell 1981 года, чем он примечатель? Тем, что автор почти всех песен на этом альбоме Винсент Харк, который после этого альбома оставил группу. Вот так за ней щек его именно выглядит. Relicant Stereotypes, The Label. Честно говоря, какими-то огольными путями у меня этот винил оказался в коллекции. В общем-то, примечательно то, что он у нас именно заграничное издание, английское. Вот. Поэтому, наверное, у меня есть коллекции. Честно говоря, он будет отследить память о том, что вообще это представляет. Уда Линдсберг и их Limitsch Oberhaupt nicht mehr. Если, конечно, я все правильно прочел. Тоже западное издание. Где-то на какой-то распродаже удалось его, соответственно, отхватить. Вот так выглядит задник. Вот из себя, что винил представляет. The Oak Ridge Boys American Made. Вот так именно этот альбомчик у нас оформлен. Вот такой из себя представляет его, соответственно, задничек. Вот даже нераспечатанный винил Lee Greenwood. If This and Justice. Я его еще, как вы видите, не слушал. Вот так он выглядит сзади. Вот. Соответственно, мне когда-то очень посчастливилось отхватить коллекцию американских и канадских винилов. И вот вы могли бы обратить внимание, что здесь есть вот такой порез. Вот. То есть он, кстати, не случайный. Потому что в Америке они, соответственно, как любят делать. То есть у них почему-то есть такая совсем нездоровая идея. Значит, если какой-то, допустим, винил очень долго залеживается, его не дается продать, то они его просто так со скидками не продают. Боясь, что его так все равно никто не купит. И продают его с какой-то бешеной скидкой, делая вот такие надрезы на конверках. Очень, ну, как бы зачастую где-то мелко, где-то более сильно его портят. Бывает даже такое, что целые вот там углы отрезают. И продают якобы за технический брак. Ну что, здесь камера наркована поврежденная. За это, значит, мы там делаем какую-то безумную там скидку, нам 70-80% на него. Значит, Reba Mac... Господи, MacNutri. The Last One To Know. To Know, точнее. The Last One To Know. Вот такой винил тоже еще не распечатан его. Он именно из, соответственно, той самой партии Канадо-американского винила, как мы видим, тоже, соответственно, подрезанный. Вот. В общем, вот так он выглядит. Значит. The Threat We Are Born Of Love. Тоже новый, соответственно, запечатанный вот этот винил из той самой партии. Вот. Вот так он оформлен. Я еще даже не отпечатал, его, соответственно, не слушал. Николас Тремлис, More Than The True. Вот такой вот альбом. Тоже он новый запечатанный. Я пока не отпечатал. Даже, честно говоря, не могу представить, что он на себя представляет. Вот так вот он у нас оформлен. Дип Бэдж Ритм Of The Night. Тоже альбом еще у меня не распечатан. Соответственно, вот так он выглядит сзади. Значит, Smokey Robbins, Smoke Signals. Вот так вот он выглядит. Тоже еще новый, соответственно, запечатанный альбом. Вот это его задник. Вот этот, соответственно, его перед. Группа Mercedes Rich & Famous. Вот в таком оформлении он идет. Вот так вот он оформлен. Честно говоря, сам еще не распечатывал, не слушал. Не знаю ничего, не могу его сказать. Нина Хаген. Ангбихаген. Вот этот альбомчик. Честно говоря, кстати, такой очень веселый. Немецкая королева панк-рока, что называется. Вот. В принципе, его несколько раз даже послушал. Вот. Значит, такая, пожалуй, пультовая и известная в нашей стране группа, как Beach Boys, альбом Friends. Вот так вот он оформлен. В таком вот исполнении. Соответственно, группа, в которой когда-то играл Sting, The Police, Synchronix City. Вот у таких альбомчик. Вот. Вот так вот, соответственно, выглядит. William Orbit. Orbit – это, скажем так, дебютный альбом такого мультиинструменталиста, композитора и продюсера William Orbit – его дебютный альбом. Вот. Соответственно, больше он известен тем, что с вами он продюсировал Мадонну. Ну, в принципе, такой достаточно хороший альбом. Тоже с большим удовольствием его послушал. Он как раз-таки именно из той партии каната американского винила, которым мне удалось отхватить. Но вот, скажем так, какую-то пластиночку я распечатывал. Послушал, скажу, что, честно говоря, очень достойный материал. Вот. Группа I. Used in time to be late. Тоже, как мы видим, он с той самой партии. Я его даже не распечатывал. Честно говоря, ничего про него пока сказать не могу. Вот. Вот такое вот у него оформление. Группа Z. Fix. Велк. Велк. Волк. 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 Вот так вот он у нас оформлен. Тоже не распечатан. Ничего показать, наверное, не могу. Соответственно, это у нас получается James Taylor Sweet Baby James. Вот. Честно говоря, он у меня уже распечатан. Вот здесь даже видно, что Warner Brothers Records, видимо, его издавали на конверте, по крайней мере, внутреннем вот этом полиэтилене, их, что называется, штампики. Вот. Но, честно говоря, Голочек это тоже пока я не слушал. В общем-то, то есть он мне в таком миноведии достался уже. Просто есть у меня с этим сцени. Вот. Рэй Стивенс Сурпли... Сурпли... Сурли Йол Джаст. Прямо название я прочёл. В принципе, достаточно интересный у него материал. Самое, что как раз-таки показательное. Где-то здесь, вот на этом альбоме, если ничего не путаю, была песня, которую совместно он исполнял как раз-таки с театром Мультипатент. Такое было. Соленангельские комики. Стив Вернер Лайфс Хайтвэй. Вот такой винил. Вот таким вот он управлением идёт. Сейчас тогда я там послушал один раз, а вон он. Пока ничего не могу о нему вспомнить. Вот группа, которая мне сейчас тогда понравилась. Случайно просто её нашёл. Взял, просто купил, в принципе, такой достаточно хороший New Wave годный. Это X-Shoot. Плэй с Бойсом. Вот с таким вот он у нас идёт оформлением. Гарри с Бондом. Так, Гарри с Бондом. Что-то в районе огня. Вот такой вот его альбом. Вот так вот он у нас оформлен. Мик Джаггер Шиз Зе Босс. Соль альбом. Соответственно, вокалисты Rolling Stones. Вот. Вот с таким вот он идёт оформлением. Соответственно, сборник лучших хитов Энвиса. Вот. Вот так вот он у нас оформлен. Вот так выглядит его задник. И вот, соответственно, аналогичное издание. То есть там тоже 20 лучших песен Энвиса, но вот в другой компиляции. Значит, такой исполнитель Тако. Сборник его лучших вещей. В принципе, сделанный, как раз таки, Швецией. Тако больше бросалось именно тем, что любил перепевать различные хиты из американских мюзиклов 30-х-40-х годов. Стилистики новой волны. Вот. Или Синтипопа. Ну, вот, в общем-то, так как раз неплохая его компиляция, где вот очень много, соответственно, вот этих всех вещей идёт из вот этих всех его проектов. Вот такой вот сборник эстрады ФРГ. Вот. Соответственно, в своё время я его купил. Вот даже у него такой вот разворот есть. Где тут информация, в принципе, про каждого исполнителя, попавшего на этот сборник. Есть только какое одно но. Я в своё время удалось охватить его за 50 рублей. То есть я ещё так даже удивился. А почему такой, соответственно, дешёвый ценник на вот такой вот сборник, достаточно классный, казалось бы. И выяснилась такая непрятная вещь, что здесь не хватает одного винила. То есть он выходил у нас сборник на двух винилах. К сожалению, здесь только, как бы, один винил. И вот мне удалось так делать вот так, с дешёвки, достаточно взять. Фрохиш Музикавтен. Это, соответственно, вот ФРГшный ФОК. ФОК такой из ФРГ. Вот. Ну, в общем-то, вот, соответственно, вот так вот он оформлен. ПИНК ФЛОЙД ЗЕ ВОЛ. Это именно вторая часть стенки. Здесь, соответственно, даже есть, ну, как и большинство винилов западных, отдельная даже бумажечка с текстами песен. Вот так вот он минималистично немножко оформлен. И, соответственно, даже, что интересно, это издание именно ПИРО. То есть этой страны, то есть даже немножко экзотическое издание. И, соответственно, вот, мое недавнее приобретение. КВИН ЗЕ МИРКЛ. Предпоследний прежизненный альбом группы КВИН Фредди Мэтфори. Вот. То есть очень мне эта пластиночка нравится. Прекрасно помню ее, соответственно, по одессу. Особенно помню вот три песни, которые мне очень нравились. Это, соответственно, как раз таки «Аворт и сам», «Зе инвизибл мэн», «Брэк Тро». Вот. Больше этими песнями он не знакомился. Вот. Ну и, пожалуй, такое, наверное, самое ценное, что есть в моей коллекции, или самое такое любимое, я, в принципе, сегодня и показал. Есть, конечно, еще очень куча всяких советских винилов, или винил стран соцлагеря. Вот. Но их мы посмотрим как-нибудь в другой раз.